всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука вот сегодня я сказала что буду делать подкормки огурцам я сейчас конечно в следующем видео покажу как я делаю все подробно но вот это видео я хочу вообще общее про подкормки огурцов рассказать потому что огурцы у нас занимают особое положение я говорила что они очень прожорливы с ними в отличие от томатов нет такого выражения что перекормить или они зажируют вот видите какие у них толстые сочные листья это наоборот признак здоровья наших огурцов если листья маленькие мельчают значит им чего-то не хватает но у них отличие от огурцов так как они вот такие вот у нас торопыги скороспелые если мы томаты можем подкармливать и обрабатывать в этот период чем угодно то с огурцами нужно быть осторожными потому что как я вот люблю повторять все что я сегодня полью я завтра уже получу у себя на стол и свою тарелку у них происходит все очень быстро огурцы которые сегодня только цветут завтра уже завяжут плоды и вот всю эту подкормку они в себя впитают и послезавтра уже будут готовы огурчики вот с тем веществом которые сегодня дам только поэтому люди стараются подобрать подкормки натуральные экологически чистые потому что не хочется конечно получить на стол какой-то вот химический элемент который потом нам повредит и вот с огурцами опытные огородники стараются больше подкармливать натуральными вот этими вот отходами со стола приготовлены своими руками различные и травяные брашки и дрожжевые настойки вот я сегодня расскажу вам о том что можно приготовить своими руками именно какие безвредные натуральные экологически чистые это от из отходов со стола и из других всяких препаратов но которые безвредные именно которые мы не покупаем магазине а которые находятся у нас дома вот самые самые натуральные подкормки для огурцов подкормки огурцам нужны если про томаты мы говорим что их лишний раз не надо подкармливать они будут жировать то огурчики у нас покушать любят сейчас я вот сниму камеру со штатива и буду показывать вам и все рассказывать и в дальнейшем расскажу как я делаю самую-самую ленивую подкормку огурцам из золы вот у меня сегодня так как праздничный день поздравляю всех еще раз времени мало свободного я сегодня сделаю ленивую подкормку которую не надо настаивать не нужно сбрашивать просто как как по принципу посадила забыл все и вот эти самые отходы с нашего стола они являются самыми безопасными подкормками в том случае когда вот у нас уже висят готовые плоды подкормив сегодня огурцы завтра или даже уже сегодня я могу скушать и не бояться что что-то попадет лишнее в мой организм вот какие отходы со стола луковая шелуха пожалуйста многие ее используют говорят что она и структуру почвы как улучшает это я не знаю но она это органика делают настой с луковой шелухи и применяют как корневую так и не корневое вот этот запах луковой шелухи он еще отпугивает вредителей может лишний раз кто-то не залезет на наши огурцы делают очень просто на 10 литровое ведро достаточно 50 грамм туда поместить в воду и поставить в сторонку в этой же теплице 4-5 дней простояла отсадили отсадили и можно полить под корень можно просто опрыскивать их потому что эти огурцы они не томаты и они опрыскивания не боятся вот эти вот все здоровые листья они прекрасно лишь такие как шершавые капельки на них хорошо остаются это будет и питание и отпугивание других насекомых как я уже говорила потом можно делать хлебные то же самое это все безопасно это все органика сухари если остались бывает какой-то хлеб ну просто который остался и старый по срокам хранения на 10 на 10 литровую ну как ведро булку одну добавляют достаточно ночь постоять она все это разбухнет перемешаете все это и разбавляете один литр на ведро воды но вот этой вот каши малаши литровую банку берете в ведро воды и и разливаете прям по пол литра каждое растение это тоже применяется не только на огурцах но так как я сейчас говорю про огурцы я именно заостряю ваше внимание на огурцы то же самое действие оказывает дрожжевая брашка вы наверное часто слышали многие делают дрожжевую брашку 100 грамм дрожжей на ведро воды на три дня ставят и потом по 500 грамм по пол литра такой дрожжевой подкормкой тоже не нужно увлекаться рекомендовано три раза за сезон вот я сейчас буду делать самую ленивую подкормку это золой подкормка золой тоже она является натуральной безвредной подкормив золой я могу уже завтра если сегодня уже кушать вот эти вот плоды ясно что при таких в период плодообразования чем попало уже боишься пичкать потому что все это как я говорила сегодня же окажется уже он на моей тарелке в моем желудке вот золу как я буду обрабатывать золу я прям специально отдельно видео сниму я считаю это самый ленивый подкормкой самой быстрой ничего настаивать не надо ничего разводить не надо ее можно конечно делать и настои ее можно и сухие подкормки и мокрые делать я делаю сухую подкормку просто припудровал припудриваю вот приствольный вот здесь вот круг и потом поливаю и она сама уходит туда ну грунт все я отдельно конечно сниму но еще хочу напомнить что не только отходы с нашего стола и зола может использоваться для подкормки огурцов в это время у кого есть вот этот как он куриный помет например у меня его никогда не было потому что кур у нас нет живем в городе но его тоже прекрасно можно использовать пропорции 1 к 20 то есть на 20 литров воды берется один вот этот вот ну как один литр один килограмм ли вот этой вот куриного помета я даже не знаю как он представляет и все это настаивают потом поливают но я про него не буду точно не говорить ни сроки не дозировки я честно признаюсь я никогда не пользовалась я вот могу вам сказать только про отходы со стола которых есть много у всех все и что самое главное чтобы получить богатый урожай огурцы они не очень прихотливые нужно всего лишь регулярно поливать нужно чтобы грунт не пересыхал и периодически подкармливать растения если у вас есть вот такие отходы со стола как сухари как луковая шелуха можете прекрасно делать подкормки там раз в неделю раз в 10 дней например хлебные вообще вот эти хлебом можно каждую неделю делать и если есть зола или есть какая-то другая органика пожалуйста подкармливайте и сегодня же после подкормки сегодня или завтра я буду делать опрыскивание от мучнистой росы потому что несмотря на то что они неприхотливые они вот такие как благодарны ему на подкормке они разрастаются они все у меня в завязях но они очень нежные вот к этим к различным бактериальным заболеваниям у них во первых нежная и корневая система и они вот восприимчивают к различным серым гнилям мучнистой росе нужно делать профилактику я сегодня буду делать опрыскивание бактофитом но чуть попозже сейчас сильно жарко и я если у меня будет время я конечно вам покажу но это простейшие развод дешпачку на 2 литра воды этого бактофита и пожалуйста опрыскивание все это вот мы уже начинаем профилактику от грибных заболеваний про подкормки я надеюсь вам все ясно сейчас покажу как я буду делать подкормку золой считаю это самой ленивой подкормкой потому что она самая-самая быстрая